Далее в программе блок спортивных новостей. Далее, перспективная команда югорчан играла вдохновенно, а вот ноябрьцы, наоборот, казались немного тяжеловатыми. В итоге первый тайм прошел в равной борьбе и завершился в ничью 2-2. Вторая половина встречи началась с того, что спартаковцы вышли вперед 3-2. Мало того, после этого нефтьюганцы трижды убегали на свидание с голкипером хозяев, но Дмитрий Кузьменко отворил в рамке чудеса. В ответ «Газпромнефть» взвинтила темп до предела и плотно насела на оборонительные редуты гостей. Но только за 9 минут до финального свистка капитан команды Кирилл Твердов уравнял счет 3-3. Концовка встречи получилась событийной. Почувствовав, что они могут отобрать очки у лидера, спартаковцы заиграли с особым усердием и оборонялись как могли. К счастью для местной торсиды, ноябрьцы все же сумели спасти игру. За 4 минуты до завершения встречи Дмитрий Большаков клестким ударом со средней дистанции вывел свою команду вперед. А вскоре он же забил вновь. 5-3. И болельщики вздохнули с облегчением. Но финальную точку в этом поединке поставил Игорь Горлин. 6-3. Тяжелая, но очень нужная победа. Если не по результату по игре, то у меня претензий к игрокам нету, потому что, во-первых, они еще им всем 17-16 лет, у них все большие победы, я думаю, будут впереди. Но в плане самоотдачи, в плане показанной игры мне понравился, я полностью удовлетворен. Будете ли вносить какие-то коррективы на завтрашнюю игру? Конечно. Проанализируем игру противника и внесем коррективы. Вторая встреча прошла уже не так увлекательно, как первая. «Газпромнефть» провела работу над ошибками и с первых же минут взяла ход матча под свой строгий контроль. Хозяева доминировали на площадке с первой до последней минуты и добились крупной и убедительной победы. 10-1. После этих двух побед «Газпромнефть» вышла на чистое первое место. А свои следующие игры «Нефтяники» проведут на домашней арене 23 и 24 февраля с очень грозным соперником – Хантамансийской Югрой. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Григорий Куроптев, Виталий Харченко. Новости нашего города.